Песня 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к кремлинам святого апостола Павла, 4 глава, 18 стих. Он сверх надежды поверил в надежды и решил в основных народах, подсказанных, так многочисленным будет семя твое. Толкование. Толкование. Вот такой вопрос задает апостол, когда писал римской общине, христианам и говорит, что вера – это дело отнюдь немаловажное. Вопросы есть, и приводит в пример Авраама его веру, потому что Авраам от одержанных иудеев, как говорится, был в авторитете. А для чего он им приводит это? Кто может сказать? К чему он все время клонит? Выше мы говорили о законе. Иудеи держали закона и склоняли христиан к обрезанию, держаться в прежних обычаях. А апостол Павел доказывает, что на примере Авраама, что он поверил еще тогда, когда не был обрезанным. Поэтому сегодняшним христианам, ну тогдашним, да и сегодняшним обрезание плотское не нужно. Главное быть обрезанным по духу, сердца должны быть обрезаны. и вот об этих-то детях, и говорит, что произошли от Авраама по естеству одни были, а других Бог обещал Аврааму по духу, то есть поверил в дети Авраама. То есть Авраам поверил в Богу, в Богу. В Бога многие верят, а вот Богу и все. Да, Олег Свар говорит. Здесь в этом месте написано, что поверил, сейчас почитаю. Он сверх надежды поверил, с надеждой. Здесь речь идет о том, об Исааке, что Авраам получив, он в этот момент уже был обрезанный, потому что обрезание, об Исааке там было сказано, когда еще было пророчество, Исаак еще не был, говорит, что да будет у тебя обрезан всякий мужеский полк, там и прочее, прочее. И Авраам был в этот момент там обрезан. Здесь он уже, он уже в обрезании находится. А это место сказано о том, что он, получив обетование Божие, что в Исааке наречется ему семя, а потом, что Господь ему сказал, что пойди, зайди на гору и принеси в жертву. И вот когда он, Авраам, поверил с надеждой, сверх надеждой поверил с надеждой в том, что Господь силен воскресить, что есть, что надо сделать с Исааком, что в нем семя обетованное. Что вот здесь, вот об этом моменте сказано, что поверил с надеждой. Он вначале его ждал, не мог дождаться, а потом дождался. А здесь ему говорят, принеси в жертву. И он, ну как, и он провел послушание, надеясь то, что Господь силен дальше провести, что либо воскресить Исаака, или еще. Суть надежды была в том, что необыкновенная, то, что силен Господь во всемогущество Божие. Надежда на обетование Божие. Вот о чем здесь речь, сверх надежды. Как раз это о принесении в жертву Исаака. Исиак. Так. Вопросы по этому стиху? Дополнение. Желает кто-то высказать. Идем дальше. 19 и 21 стихи И изнемогший в вере Он не помышлял, что тело его почти столетнего Уже омертвело И у труба Сарина в омертвении Не поколебался в обетовании Божьим неверием Но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу И будучи вполне уверен, что он, Бог, силен И исполнить обещанное Толкование Сказав, что Авраам сверх надежды человеческой поверил с надеждой Божией Теперь показывает это, говоря, что Аврааму было сказано Умножу семя твое, как звезды небесные, как песок Читаем об этом в книге Бытие, 15 главе 5 стих И в 22 главе 17 стих Он же не ослабел в вере Но, пребывая в ней твердым Не обратил внимания ни на собственное тело Уже омертвевшее от времени Ни на сугубое омертвение у трубы Сариной Ибо утроба ее омертвела и от старости, и от бесплодия И не стал недоумевать То есть, ни мало не усомнился, не поколебался мыслью Но пребыл тверд в вере Заметь, как доказывает, что верующие имеют нужду в большей силе Многие унижали веру, как дело, не требующее труда А дела возвышали, как требующие пота и силы Но апостол говорит, что верующий имеет нужду в великой и мощной душе Дабы отражать внушение неверия Как и Авраам возмог верою А как возмог верою Авраам Воздав славу Богу То есть, не посредством человеческих умозаключений и веру Но, помышляя в себе достойное славы Божией И быв уверен, что Бог может сделать невозможное Ибо в этом состоит слава Божия Никита Колесников, микрофон выключил Максим, у тебя тоже некрутенка Микрофон выключите Быв уверен, что Бог может сделать невозможное Ибо в этом состоит слава Божия Почти столетнего, сказал приблизительно Потому что в то время Аврааму не было еще ста полных лет Толкование закончено Пожалуйста, вопросы Вопросы нет Дополнение Знаете, пожалуйста Желаете сказать, что? Что сказать здесь? Чтобы не считали все против православных Веры-то как раз у нас больше всего нету Нет веры в Писание, что Бог говорит Сейчас только одна вера, что царя-батюшку даст Бог И примем его То есть антихриста первые примут, как Осипов говорит Тут гадать даже не надо Веры в Священное Писание нету, раз его не знают И поэтому на это надо все время указывать Когда встречаешься с православным Открывать Библию и говорить Вещь невероятная В пятом веке епископы потеряли веру В воскресенье из мертвых Вещь неслыханная и непонятная А во что тогда верили? Тогда Бог прибег к чудесам каким-то Сегодня вот это же самое Когда мы по домам ходили Много И начинаешь говорить о воскресенье из мертвых Ну, придумали какое-то воскресенье Веры нету И эти люди прищищаются часто Замкнутость Вот за это придется пастырем отвечать Главное, что у христиан Отличие от других вер, какие есть на земле Это воскресенье из мертвых Искупительная жертва Этого нигде нету Похоже, что-то где-то есть Просто воскресал какой-то Бог Это было Но что именно каждый Может назвать Его Отцом И ради Небо умер Иисус Христос Этой веры нет Да как поверить? По вере не надо рассуждать Или веришь, или не веришь А не веришь Неверующий в Сына Божий Представляет Его лживым Неверующий Богу Это очень серьезное место Послание апостола Павла Ненавидимое Двумя миллиардами мусульман Они слышать не хотят Все 22-25 стихи Потому и вменилось ему в праведность А впрочем Не в отношении к Нему Одному написано Но Вменилось Ему Простите А впрочем Не в отношении к Нему Одному написано Что вменилось Ему Но и в отношении к нам Вменится и нам Верующим в Того Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего Который предан за грехи наши И воскрес для оправдания нашего Толкование Апостол многое сказал Пополу Аврааму А кто-нибудь мог возразить Что нам из этого Поэтому и высказывает Что о том Написано и для нас Что и нам Вменится вера в правду Только бы мы Имели ее веруя в Того Кто воскресил Иисуса Если сомневаешься Как можешь оправдаться То представь В душе своей Иисуса Который Изгладил Все грехи Твои Который Умер Не за свой грех Но за грех Мира Поскольку же Он умер Не имея греха То справедливо Воскрес Ибо как мог быть Удержан в обе Тот Кто не имел греха Итак Он для того и умер И воскрес Чтобы и от грехов Освободить И соделать Праведными Посему как Авраам поверил Что его Омертвевшее уже тело Сделается плодовитым Так и ты Веруй Что Иисус Умер И воскрес И тебе Вменится В правду Как и правоцу Твоему Аврааму Ну что тут еще Сказать Вопросы Вопросов нет Идем дальше Глава пятая Первый и второй стихи Итак Оправдавшись верою Мы имеем мир С Богом Через Господа нашего Иисуса Христа Через которого Верою И получили мы доступ К той благодати К которой Стоим И хвалимся Надеждой Славы Божией Толкование Здесь Разрушает Апостол О жизни По вере Простите Здесь Рассуждает Апостол О жизни По вере Дабы мы После того Как он Столько Много Сказал По хвалу Веры И унизил Дела Не сделались Нерадивыми Так как Вера Оправдала Мы доступ К той благодати Если он Привел Вдалече Бывших То Тем паче Удержит Близ Пущих Привел Жи нас К той Благодати Каким Образом Верою То есть Когда Мы Принесли Веру Что же Это За благодать Получение Всех Благ Какие подаются Нам Посредством Крещения Далее В которой Стоим Имея Твердость И Непоколебимость Ибо Божественные Блага Всегда Стоят И Никогда Не Отпадают И Не только Твердо Содержим Полученное Но Уповаем Получить И Прочее Хвалимся Говорит Надеждой Благ Которые Даны Будут Нам В будущем Они Как Относящиеся К славе Божией Непременно Даны Будут Если Не для Нас То Для Прославления Самого Бога Так Так Вот У меня Вопрос Здесь По Толкованию Возник Так У кого-то Вопросы Есть Еще Пока Еще Задавайте У меня Тоже Возникает Вопрос Давай Возвращ Может Игнатий Тихонович Объясните У меня Сомнения Это Что За Религия Ветхозаветный Закон Никто Не мог Выполнить Испомнить Надо Было Самому Иисусу Кресту Прийти На землю Прийти Вот Все Сделать Совершить Тот Что Он Совершил Ради Нас Грешных Нами Как бы И Потому Что Повреждено Наше Родоволе Было Существо От Адама И Сейчас Новый Завет Весь Читая Наполнен Он Виеной Огненной Очень Все И И Опять Говорится Что Нет Праведного Ни Одного Ну Кто Кто Праведник То Даже Вот Святые Мужи Которые Церковь Введены В рамк Такой Святых Может Быть Они Здесь Святые А У Бога Не Приняты Кто Святой Как Спастись Нам Всем Остальным Где Спасение Во Христе Я Знаю Как Получается Так Тогда Вот Я Грешный Много Грешный Ну Верую Так Вера Меня Спасет Или Нет Или Эта Вера Тоже Меня Не Спасет Я Каюсь Я Исповедуюсь Я Прочащаюсь Я Прошу Господа Простить Меня И Верен Он Обетование Тому Что Если Попрос Прощение Значит Господь Простит Я Должен Быть Уверен В Этом Потому Что Я Допустим Говорю Что Я Вот Это Я Вот Это Я Каюсь А Нет Это Не То Ты Вообще Ерунда Вот Что Дело У У Меня Просто Такое Обущение Вот Это Все Потому Что Думаю Как Это Получается Что За Религия Гиена Только Все Нам Всем Обещано Всем Потому Что Вы Все Вот Все Из Нас Здесь Находящихся Вспомните Свою Жизнь И Сразу Примите То Что В Гиену Мы Идем Все Кто Из Вас Праведник Никто Наверное Не может Сказать Кроме Игнатия Тихомыч Может Но Он Делами Спасет Он Делами Опять Написано Не спасется Ни одна Тварь А только Вера У него Делов Очень Много Вот В чем Дело Он Такой Тружень Такой Ну Как Это Ну В общем Все Пустник И прочее Все Вопрос Понятен Вопрос Понятен Пожалуйста Да Да Должно Быть И то И другое Должна Быть И вера И дела Подтверждающие Твою Веру Вот У Игнатия Тихоныча Это Есть Он Верующий И делами Подтверждает Если Человек Говорит Что Я Верующий А Делами Не Подтверждает Свою Веру То Проглажает Грешить Грешить Мы Каемся Грешить Мы Каемся Ну Что Это За Вера Такая Это Мы Лжем Богу Мы Говорим Господи Прости Я Больше Так Не Буду А Потом Начинаем То же Самое Делать Мы Ему Врем Это Не Покаяние Это Не Искреннее Покаяние Это Как Навоз Супер Разболтали Мы Грехи Сдали На Исповеди И Попять Пошли Грешить Да Где же Это Покаяние Нет Такого Понятия Покаяния Это Господь Прощает Кающегося Грешника Кающегося Который Перестает Грешить Осознает Что Это Грех Не Просто Он Его На Исповеди Произносит А Оставляет Грех Тогда Господь Обещает Его Спасти И Не Всяким Не Говорящим Господи Господи Войдет Царствие Божие То есть Господи Прости Господи Нет Не Войдешь Ты Должен Оставить Грех Делами Подтвердить Свою Веру Если Ты Делами Не Подтверждаешь Вера Бездел Мертва Это Мертвая Вера Мертвая Религия Как Спастись Поверить А Бог Веру Не Проси Бога Веры Начни С самого Начала Господи Дай Веру Я Не Верю Я Когда Не Верил Что Это Грех Я Его И Делал Я Не Знал Что Это Грех Потом Узнал Что Это Грех Но Я Не Верил Все Равно Долго Что Это Грех Я Продолжал Делать Пока Не Уверовал Что Это Грех И Господь За Меня В Ад За Это Запихает Ну Хорошо Я Достоин Грехи Христос Умер Он Взял Грех Мира Сейчас Мы Читаем Все Но С этого Момента С момента Покаяния Зачем Его Повторять Этот Грех Еще Вопрос Ну Поэтому Поэтому Сергей Давай Ну Давай Я Вижу Как Я Грешный Прихожу И Исповедую Господи Прости Господи Прости Я Много Грешный Такое Сякое Раньше Я Переписывал Перечислял Потом Понял Что Это Неправильно Просто Стал Прихожу Батюш И Говорю Что Я Вот Так И Так И Я Вижу Что Все Приходят К Причастию Через Исповед И Каждый Что-то Говорит И Каждый Что-то Батюш Объясняет Наверное Если Он Подошел Он Праведник Он Сказал Батюшка Я Праведник Я Никаких С собой Грифов Не Чувствую Что Батюшка Сделал С ним А Сразу Б Он Туда Опять Сказал Да Ты Что С Ума Сошел Это Ты Что Праведник Нет Не И Маленький Вот Такой Грех Но Если Он Такой Значит Ну Грешен Ты Значит Мы Все Грешны Все Время Все Время И Вот Если Ты Говоришь Сейчас Вот Если Ты Делал Это Одно Ты Больше Не Делай Это И Приходи Потом И Уже Больше Не Вспоминай Этот Грех Отруби Его Ну Что То Можно Отрубить Еще Вот Отрубил Большое Ну А Все Остальное Это У Мелочь Что Вся Это Вся При Мне Значит Я Обязательно Нуждаюсь В Покаянии И В Отпущении Грехов Опять И Опять И Хоть Через Неделю Я Буду Приходить Батюшке У меня Будет Все Это Исповедание Так Нет Так А Ты Все Говоришь Вот Больше Не Делай Какого Греха А Ты Говоришь Продолжай Делать Что А Что Я Неправильно Говорю Нет Правильно Ты Говоришь Правильно Говоришь Не Делай А Получается Что Я Опять Это Делаю Вот И Все А Ты Что Не Делаешь Это Или Другое Увы Это Начало Покаяния Но Оно У тебя Началось Ты Каешься Ты Осознаешь Что Это Грех Рано Или Познав Ты Оставишь Либо Не Оставишь Оставлю Оставлю Тогда Знаю Когда Написано Страдающие Плоти Перестают Грешить Вот Когда Господь Не Ошляет И Положит Я Уже Никуда Ничего И На Эту Тему Я Думаю Надо Идти Дальше Я Хотел Прочитать Высказывание Силуана Афонского Короткое Постичь Тайны Бытия Значит Последовать Ей По Другому Можно Было Сказать Постичь Подоговорю Так Игна Тихо Скажите Мы От Одних И тех Же Людей Слышим Одно И Тоже Десятки Раз И Ты На одном Месте Стоишь Держишь И Следования Со Слово Божьей Никакого Нет Я Грешу Хожу Меня Прощает Прошлое Занятие Было Позапрошлое Зачем Ты Допускаешь Это Человек Не Выходит Из Греха Он Грех Размазывает Тут Поэфиру Больше Ничего Нет Страха Божия Нет В таком Возрасте Только О грехе Разговаривает И Подыскивается Там Приходят Священнику Если Не Накладывайте Пятимю Златоус Говорит Гимн Священник И Того Кого Причащают Что Непонятно Ты Спроси Жития Святых 1173 Биографии Был Ли Такое Чтобы Только Надеялись И Ничего Не Делали Нет А Какая Это Вера Бесовская А Кто Говорит Слово Божие Говорит Дмитрий Смирнов Приходит И Говорит Мы Православные В центре Москвы Проповедует Какая У нас Вера Бесовская Вера На Этому Остановиться Человек Избрал Бесовскую Веру Что Размазывает Сразу Видишь И Завтра И Послезавтра Следующее Занятие Будет Одно И Тоже Называется Православным Пасты Не Соблюдает Он Обязан За Дерьми Стоять Все Оправдывает Вся Жизнь Положена Греху В конце Жизни Оправдание Греха И Найдет Себе Какого Нибудь Осипа И Будет Оправдаться Пока В гиене Не Окажется Да Разве Так Святые Подвязались С Каким Напряжением Посчитай Житие Святых Серафим Соросский Как Подвязался Как Подвязались Антони Великий Макари Ну Любого Ты Возьми Кого Не Возьми Это Непрерывный Труд Смотрели В себя И Нигде Не Оправдывались Ну Я Грешный Многогрешный Они Как Светило На небе Сияли Смиряю Порабощаю Тело Мое Дабы Порабощаю Другим Саму Не Останься Недостойным Спроси Когда Ты Смирял Сво К православию Лепишься Позоришь Православную Веру Если Ты Православный Упресь Два Дня Не Побрился Уже На Весь Мир Вопить Не Могу Она Меня Колит Безумие Полное Почему Не Кололо Это Ни Христа Ни Апостолов Ни Пророков Двигайся Вперед Я Хотел Остановиться Впереди Которая С Вашего Позволения Посмотри Римлянам 5 глав 1 2 2 Стих Коротенько Я Ты Считай А я Буду Тебя Останавливать Итак Оправдавшись Верою Мы Имеем Мир С Богом Через Господа Нашего Иисуса Христа Кто Кто Мы Усваивает Дальше Через Которого Верою И Получили Мы Опять же Мы Доступ К той Благодати В которой Стоим И хвалимся Надеждой Славы Божией А это Ничего нет У грешного Человека Он не хвалиться Не может Ничем Хвалящийся Хвалить Господом А только одно Трепет Старые Грехи Сколько раз Соглашались Вместе Молиться Дьявол Смеется Над нами Какие же Это занятия Один грешник Я грешник Грешен Он смеется Римлянам 422 Прочитай еще Повыше Возьми Потому и Вменилась Ему В праведность А впрочем Не в отношении К нему Одному Написано Что Вменилась Ему Но и В отношении К нам Точка Заворачивай палец Себе К нам Дальше Вменится И нам Второй палец Дальше Верующим В того Кто Воскресил Из мертвых Иисуса Христа Господа Нашего Нашего Господа Третий палец Загибай И дальше Господа Нашего Который Предан За грехи Наши Пятый раз И воскрес Для оправдания Нашего Все Вот в это Надо войти И ни одного Слова не говорить В новом Завете Ничего нет Ты прочитай Блаженство Девять блаженств Блаженны нищие Духом Нету Блаженны плащащие Прохохотал Всю жизнь Жили На широкий Рот корытом Развинули Ни разу Говорит Не закрыли Когда последний раз Постились Знать не знаем Сейчас идет пост Рождественский А зачем он не нужен Да кто же его Отменял Этот пост Люди Которые умирали Бритые Их не хоронили Не отпевали С сороковости Не считали Тебе еще Непонятно И всегда было так Русские Приняли От греков Приняли Другой веры Не было Князь Владимир Другую веру Не принимал Ну а было Хоть как-то Никогда не было Это Петр Первый Вел антихрист Все разрешено делать А ты посчитай Как златого взгляда Усваивай себе Усваивай Если этого нету Ты чужой Ты не Должен сказать Я не верующий И все Почему Это вера небесовская Хуже Бесы веруют И трепещут А здесь Трепетания нету Упертость в грехе Я люблю греха Не отстану Любой младенец Знает Что этого делать нельзя А я буду делать О чем же говорим То мы Какой грех Когда ты новый человек Ты не родился свыше Ты бы от ужаса Пришел Что где я был Я в гиене горю Златоуст говорит Все время Рассуждает о гиене Чтобы не попасть туда А сатана Видишь как придумал Экономия Всем двери открыты Куда они открыты Это широкие врата Почему называется Узкий путь Сколько на тебе Лишнего сала навешано Перебери это все Килограмм 70 Сбрось Требухи этой Да где ты видел Чтобы Святые с таким Пузом были Маленько тут Смотри за этим Двигайся вперед Ты видишь Человек куда клонит А разгадывай замысел Сатаны Вперед Третья и пятая стихи И не с ним только Но хвалимся и скорбями Зная что от скорби Происходит терпение От терпения Опытность От опытности Надежда А надежда не постыжает Потому что Любовь Божия И дела сердца наши Духом Святым Данным нам Толкованием Не только хвалимся Благами будущими Но что еще более Даже настоящими Скорбями своими Не смущайтесь же тем Что мы в скорбях Это и есть похвала Для христианина Таким образом Скорбь Производит терпение 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 же делает Искушаемого Опытным А опытный человек Успокаивая себя В доброй совести С той мыслью Что Подвержен Скорбям Для Бога Уповает На воздаяние За эти скорби А какое Упование Не бесплодно А такое Упование Не бесплодно Не постыжает Надеющегося Человеческие надежды Не сбываясь Постыжают Надеющихся А божественные надежды Не таковы Ибо Подающие Большой буквы Благо Бессмертен И благ И мы Хотя и умрем Оживем А затем Ничто уже не воспрепятствует Надеждам нашим Сбыться А будущим Уверяет Той любовью Которую Показал Уже К нам Бог Говорит Как бы так Не теряй Веры Упование На божественные Благо Несчетно Ибо Кто Так Возлюбил Нас Что Сделал Нас Чадами Божьими Без Всякого Труда Нашего Посредством Духа Святого Тот Как Не даст Венцов После Трудов Далее Излилась Любовь Божия Сердца Наши То есть Является Обильной И богатой В нас Имеющих Сердцах Самого Духа Которого Дал Нам Бог Вопросы Знаете Канча Расширите По Надежде Кто-то Еще Добавить Я еще Говорю Как Златоуз Говорит Усваивай Присваивай У нас Это Слово Из Речи Выпало Сердца Любовь Божия В сердца Наши Я должен Сказать В мое Сердце В мое Излилась Эта любовь Я все Забыл Что до этого Было Он умер За меня Я себе Не принадлежу Мы два Мертвеца Мир умер Для меня Я для мира О чем мы Рассуждаем Нам кажется А что особенного Какая разница Какое Иуда Говорит Без страха Уточняют себя А страха Божия Нет Ничего Нет Игнатий Бричаинов Говорит Начни сначала Ты еще Ни одного дня Не жил Отвергнись С себя Возьми бумагу Сегодня Напиши Из чего Ты состоишь И ты увидишь Ничего там нету Один грех Сплошной Сколько лет Знаем уже Тридцать Сорок лет Уже знает Бог И че Додержал Евангелие И нет Помойки По которой Не извозгался Ни стыда Ни совести Нет Так мы Опаскудили Православную веру Что сектанты Уходят Люди Когда говорят Я был неверующий Это нашу веру Полным неверием Это священники Смирнов Дмитрий Говорит Мустельмане Ближе ко Христу Чем наши Православные христиане Я только говорю Он не добавляет Что такими Ты их сделал Христос Когда мы были Еще немощны Видите Как показывает В определенное время А ты-то разве Не немощный А почему немощный Да когда не знали В определенное время То есть мы Он имеет ввиду Человеческое общество И дальше Показывает Величие любви Ты этим хвались Ты должен На прежнего себя До Евангельского слова Пока ты его не услышал Смотреть Как на человека Мертвого Страшного Ненужного Какой был Такой ты остался Это мирская песня Один раз Ты услышал Теперь посмотри Где бы ты не видел Крест На аптечке Которая у тебя На окне стоит На куполе Всюду и везде Ты должен видеть Христа Пойди перед ним У баптистов Хороший псалом поется Зайдем на Голгофу Мой брат Посмотрим Как нашей греховности Яд Тяжелых страданий Христа Истомил Как дорого нам Он спасение купил Пойдем перед ним Какое Песнопение И после этого Пойдем перед ним Не греху поползем Как свинья Говорит Если человек так грешит Писание дальше Говорит Эти люди не считают Нет жертвы за грех Нет жертвы за грех Нет Христа для них Пустословов Но некое страшное ожидание Огня готового пожать Противников Для чего Павел это пишет Нет жертвы за грех Которые ругаются То сколь большему Повинны будут Если отрекшийся Закон Моисеева При двух-трех свидетелях Без милосердия наказывает То Сколь к счастью В новом завете Будет повинен Духа благодати оскорбляет Вот это-то просчитать Почему? Трудно ли? И все закончилось Все твои бритвенные принадлежности Вся эта муть улетит Сейчас он передает в Иркутске Сколько уже? 60 человек умерло Десятки Из-за чего Боярышних купили Вон в ванны Там надо что-то аромат давать Они выпили его Около сотни уже Которые лежат там под капельницами В данный момент мы разговариваем Вот и суть-то какая А если ты имеешь страх Божий Смерть перед глазами будет Ты не будешь в рот ничего брать Продолжаю как пил, так и пить А пить ничего не надо Ума никакого То есть я воюю против разума Данного Богом Вот мы это считаем Излилась Божия в сердце наше Где она излилась? В чем проявилась? Ну и Проведи свою жизнь За последние 10 лет Где она проявилась? Так чтобы действительно Это было не человеческое А божественное Человеку-то невозможно сделать И тут же сравнение Дается со Христом Вот это у нас будут занятия Вперед Время нам 5 глава 6-9 стихи Ибо Христос Когда мы еще были немощны В определенное время Умер за нечестивых Ибо едва ли кто умрет За праведника Разве за благодетеля Может быть кто и решится умереть Но Бог свою любовь К нам доказывает тем Что Христос умер за нас Когда мы были еще Грешниками Посему Тем более ныне Будучи оправданы Кровью его Спасемся им От гнева Толкование Сказав Что любовь Божия Взрывается у нас Через Духа Которого мы имеем в себе Как дар от Бога Показывает Еще и величие Этой любви Из того Что Христос Умер за нас Немощных То есть Грешников Но что еще хуже За нечестивых Хотя едва ли Кто-нибудь Из-за праведника Умрет Итак Это Преизбыток Любви Умереть За грешников И нечестивых Когда же Он умер По любви И смертью Оправдал нас Тем паче Теперь спасет От гнева Нас Которых уже Оправдал Даровал нам Большее Оправдание Как не спасет От гнева А спасенным От гнева Дарует И благо По великой Любви Твоей Толкование Закончено Вопросы Вперед Десятый стих Ибо Если Будучи врагами Мы примирились С Богом Смертью Сына Его То тем более Примирившись Спасемся С жизнью Его Толкование Хотя казалось бы Говорит здесь То же самое Но Умозаключение Через сравнение Различное Выше говорит он О нашей Греховности И потом Добавляя Что мы Оправданы Через Сравнение Заключает Кто Оправдал Нас грешников Своей Смертью То Тем Паче Спасет Оправданно А Теперь Упоминая О смерти И жизни Христовой Опять Сравнительно Он Заключает Когда Когда Мы Примирены Кровью И Смертью Господа То Как Теперь Не Спасемся В Его Жизни Ибо Кто Не Пощадил Сына Своего Но Дал Его На Смерть Для Нашего Примирения Тот Не Тем Липаче Спасет Теперь Нас Его Жизни Вопросы Я Скажу О Живой Вере Нужно Конкретную Пага Программу Иметь Иначе Мы Дойдем До Отрицания Вообще То Что Написано В Евангелию Если Познал И Вернулся Назад Говорит От Преданной Святой Заповеди Лучше Бы Не Познать Пути Истины Но Как Пес На Блевотину Возвращается В вымытая Свиня Идет Валяется В грязи Вот Определение Какое А не Так Что Я пошел Грехи Сдал Священнику Он С тобой Разговаривать Не Должен За Одно Пьянца Ты Два Года Должен Стоять За Одну Выпивку Стоять За Дверями Церковь Для Кого Канона Установила Почему Ян Зла Таус Говорит Если Ты Раньше Пил Пил То Теперь Встретившись Со Христом Поставь Ограничение И в Воде В Воде Если Раньше Ты Там То Другое Мясо Свинью Живал То Теперь И в Хлебе Поставь Ограничение В Гортани Своей Возьми За Неделю Напиши Сегодня Еще Время Есть До Рождества Что Тебя Больше Всего Томит Одну Неделю Посвети Каждый День Молись Плащ Пеплом Посып Голову От Пьянства И Ты Увидишь Как Сатана Попятится Ничего Ж Не Делается Пошел Купил Выпил Опять Лег Спать Медвежья Жизнь А Дальше А Дальше Ты Говорит Какой Грех Тебе Заметил Сделай Противоположное Ему Противоположное И Ты Увидишь Как Тебе Все Заговорит У Толстого Есть Такой Рассказ Большой Отец Сергий Он Зашел К сестре Она Не Узнала И Хотела Подать Но Подала Меньше И Тужно Сама Себя Судила Отдала Все Пропитание Своё Положила Не Зная Что Перед Нее Стоит Брат Который Впал В грех Смертный Вот Как Мы Даже Сами Себя Укорять Что Такое Покаяние Это Гнев Направлен Вовнутрь Я Не Могу Себя Этого Простить Павел До конца Вспоминал Я гнал Церковь Недостоин Называться Апостолом Уже Верховный Апостол Недостоин Петр До смерти Плакал Я Отрёкся От Христа У Ефрема Сирина Под глазами Были Борозды От слёз А мы Провели Говорится Смехи И что Согласились С этим То есть В конце концов Враг победил И стали Оправдывать Находить Себе Таких Священнослужителей А он Никто Он Волк Лютый Лютые Волки Нещадящие Стадо Павел Говорит Я чист От крови Всех Священники Сегодня По уши В крови Не до локтей Почему Я не упустил Чтобы не Возвестить Вам то и то А если Не говорил Шесть слов Я на златоусе От священств Григорий Об этом Щедотворец Говорит Как Некоторые Осмеливаются Приступать К этому Таинству Священники Идти Не зная Даже Писания На тебя Весь мир Смотрит Тебе Ты на высоте Стоишь Разве Так Сегодня Ведут Поэтому Будет Время Об этом Говорил Митрополит Сергий Строгородский Когда Люди Не обрещены Никакой Власти Притом Благодаря Собственной Дальше Людей Почему Ты не подумал Что это Тебе Речь идет Почему Тебе Подпорки Нужны Человек Ты скажи Нет Не согласен С этим Сила Духа Святого Она Ничего Со мной Не может Сделать Как Преобразить А назад Ты уже Другую Силу Принял Но Один раз Рассуди Сегодня Два Не спохмели Глубокого А то Беседуй Ты потом Пьяный Не пьяный Был В рот Не бери Ни одной Капли Ни одного Грамма И ты увидишь Как сатана Попятится Как у мусульман Сумели это сделать Кровь шайтана Смертная казнь И все И никто не пьет Я имею ввиду Настоящие мусульманские Сраны А мы то Выше их Они все еще Пятницу Пятницу все еще Отмечают Главное Иудеи Субботу А мы Воскресенье Им еще до нас Идти тысячелетие И мы Даже быть Таким примером Брат Соблазняется Не буду есть мясо Пить вина Дабы не подать Соблазна Ну Павел говорит О себе Не буду Сможешь это сделать Нет не сможешь Не сможешь Потому что Род корытым Отошел Ремлянам 5.11 И недовольность его Но и хвалимся Богом Через Господа нашего Иисуса Христа Посредством Которого мы Получили Ныне Примирение Толкование Не только Спасены мы Но и Хвалимся Богом Потому что Спасены тогда Когда были Нечестивыми И спасены Кровью Единородного Хвалимся же Господом Иисусом Христом Ибо Он Источник Нашего Примирения Есть Источник И Нашего Хваления Хвалиться Господом Не каждому Дано Конечно Кто это пережил Тот будет Хвалиться Отпонент Конечно Дивны дела Твои Господи Вот уже Славу Воздали Богу Двенадцатый Стив Посему Как одним Человеком Грех Вошел В мир И Грехом Смерть Так И Смерть Перешла Во всех Человеков Потому что В нем Все Согрешили Полкование Сказав Что Господь Иисус Оправдал Нас Обращается К корню Зла К греху И смерти И показывает Что Тот И другая То есть Грех и смерть Вошли в мир Через Одного Человека Адама И Опять Одним же С большой Буквы Человеком Христом Устранены Что Значит В нем Все Согрешили То Что Все Согрешили Водами Как Скоро Он Пал То Через Него Сделались Смертными И Не Евшие Запрещенного Древа Как Будто Они И Сами Пали Потому что Он Пал Вопросы Казалось бы Адам Согрешил А мы Почему Должны Отвечать За Это Мы Не Ели С Этого Дерева В Лице Адама Человечество Все Согрешило И Склонность К греху Переходит Теперь По Наследству Во Грехе Родила Меня Мать Моя Псалом Давида Читаем Пока Ну И Здесь Сравнится Как Одним Человеком Вошла Смерть Так Одним Человеком Жизнь Все Уверуй во Христа И Спасешься Тут Надо Попросить Бога Чтобы Духом Святым Открыл Что Такое Смерть Не Просто Я Смерти Не Боюсь Это Человек Не Знает О Чем Говорит Перед Смертью Все Трепещет Вся Тварь Стена Эт И Мученица Тварь Коров Комбинат Привели Мученица Доныне Тварь Кошка Собака Птичка Блоха Все Что Только Есть Все Мученица Из-за чего Из-за человека Почему Все Против Человека Идет Разные Жуки Вши Там Блохи Все Против Человека Он Враг Если бы Они Разговаривали Или мы Услышали Голос Они бы Сказали Ты Виновен Ты Умертвил Нас Но Они Знают Будут Освобожны От рабства Тлению Когда В свободу Славы Детей Божьей Маленько Войди В эту Обстановку Ну Не трудно Было Как Фома Аквинский Попросить Прощения У медведя Люди Видели Неодушевленных Предметов Понимали Что такое Жертвенник Разговаривали С ним Что такое Перекладина В храме Поднимите Двери Вечные Вот О чем Речь Идет Это Осознание Никакого Нет Если Есть Осознание Ты Будешь Тихо Тихо Проводить Себя Мы Считаем В житиях Святых Такое Было Как Да Это В житии Я говорю Только Порока Еремии Вот Он Лежал Болен К нему Господь Языки И он Сказал Ему С болезни Не встанешь Умрешь Повернулся И пошел Он Возвесил Правду Умрешь То есть Тебе уже Выписывают Похоронку И он Отвернулся К стене Написано И горько Заплакал Господи Помяни То и то А если Ты ничего Не можешь Что ты скажешь Помяни Один Смрад идет Он Помяни Господи Как я Старался А пророк Пошел И Господь Остановил Его во дворе Так Вон Листья Растут Смоклой Оторви Вернись Назад Скажи Ему До знамения Ему Дай До знамения Всемирного Значения Будет Это Еще 15 лет Тебе Бог Дает За слезы Твои Даже Давид Когда Умер Город Был Окружен И написано Они молились И говорили Ради Давида Даже Ради Умершего Праведника Бог Спасает А от нас От живых Люди Стонут И гниют Ну мы даже Это увидеть Или Совсем Уж Ничего Нет И тогда Рассуждать Будешь Только Одно Как Этот Подвиг Увеличить И мы Считаем В житиях Святых Люди Которые Согрешали Они Сами Себе Не могли Простить Это Ни один Ни два Как Апостол Павел Ну Бог Простил Да Простил Я вспоминаю Как я ехал В армии Был Оказались Старик Старушка Свои Нет Да Прошло 60 лет Я 60 лет Себе Не могу Простить Этого Свинья С такими Людьми Они Я даже Не знаю Кто они Лютеране Или кто Были Там Достали Кесан Бух И стали Вместе Петь Это Один Раз Что-то Сделал В жизни Один Раз И уже Себе Совесть Будет Судить Совесть Пробуди Этого Сильного Стража Совесть А Евангелие Вторичное Говорит Златоус И поэтому Рассуждения Должны быть Именно Такие Он Спас Нас А кого Ты Привлечешь Ты Грешник Многогрешник Материшься Пьешь Куришь Еще Что-то Делаешь О чем Стыдно Говорить Мы Должны Это Все Увидеть Выйти И себя Ударить По животу Чего я Нажил Эту Требуху Кальный Мешок Зачем Это Нужно Без Страха Уточняйте Себя Один раз Услышал Все Я сегодня Объявляю пост Самой в камере Сидел Редькин Владимир Прокопьевич Замдиректора Одного Он даже Говорится Что Говорит Внизу Я не видел Живот был Но обратился Покаялся Сто двенадцатой Камеры Нас сразу Отсадили Чтобы всю Камеру Не заражать А семя уже Брошено И он В течении Я не знаю Полторы недели Вообще От живота Ничего не оставил Ничего нет Он плакал И молился Вместе И он ничего не пил И не ел И что интересно Такая страшная Статья на нем была Все размазалось Как будто ее Никогда не было Вот что Бог Я могу говорить О чудесах Которые Бог Являет сегодня И ты говоришь Ты старик А кому ты нужен А как определить Сколько раз Тебе звонили Чтоб ты помолился Сколько раз Конкретно Нуждается в тебе И вот тогда скажешь Я жил А к мертвому Кто будет обращать А кому ты нужен Смерть Ты только Проси Бога И ты увидишь Как жизнь твоя Резко изменится Притом не завтра А сегодня Завтра нам не принадлежит Оно еще не наше Вчерашнее уже не наше А вот сейчас В данный момент Скажи Все кончилось Я рассуждаю не о грехе А о любви Божией За грех я Отвечать не могу Прости меня Господи Сколько лет я тебя обманывал Ходил на исповедь Причащался Когда в храм Не должен был заходить Поганец А такие пришли Профессора Которые все оправдывают Кто Служители сатаны Они Готовят А таким людям А которые Строгие Ян Златоуз говорит Избери себя Учителя Строже которого Нет во вселенной Нет во вселенной Ну подошла Одна вдова К епископу Просит У вас монастырь Дай мне такую Чтобы я поухаживать могла Я богатая Уже все отдала Но охота Чтобы смириться Она Известный епископ И он ей дал Такая Которая За все Спаси Христос Она через неделю Пришла Так отлично Что мне дал Я и так знаю Какая я Ты мне дай такую Чтобы она показала Кто я Так вот ты какая И дал ей такую Она ей подает Пить она по руке Что ты подаешь Не с той руки Ноги стала ей мыть Она ее пнула В лицо тут же Она княжна Ты как смеешь Да разве так моют ноги-то Так она пришла К епископу Как она умоляла Его высушить ее Я знаю Что ты возлюбил Меня Господи И через епископа Какую красавицу Ты дал мне Я Не отпущу ее из мира Мы вместе уйдем И так и получилось В один день Они отошли Ко Господу Мы должны искать Таких людей Которые обличают нас Ищи Учащего меня Отошел Подобно преступлению Адама Который есть Образ будущего Толкование Апостол хочет доказать Что и не евшие От запрещенного древа И не грешившие Подобно Адаму По причине греха его Также сочтены Согрешившими И умерли Доказывает же Это так Грех Царствовал До издания Преступления закона То есть И Прежде закона Какой же это был грех Грех ли От преступления Закона Но как мог быть Такой грех Когда не было Закона Грех тогда Меняется Когда есть закон И люди Преступающие Закон По необходимости Наказываются Грешащими Называются Называются Грешащими Однако же Смерть Царствовала От Адама До Моисея То есть До издания Закона Значит Был грех Через который Смерть царствовала Если бы не было Какого-либо греха Который Удержал бы смерть Она не царствовала бы Поскольку же Доказано Что греха До Что греха От Преступления Закона Еще не было То остается Что То остается Что то Был грех Адама Через который Смерть Царствовала И над теми Которые Не согрешили Непосредственно Ибо Не получившие Законы И не приступившие Его не Называются Согрешившими Но Согрешили В подобии Преступления Адама И сделались Причастны Падению Его Как Праца Который Есть Образ Христа Ибо Как Древний Адам Сделал Всех Повинными В его Падении Хотя Они Не пали Так И Христос Оправдал Всех Хотя Они Не сделали Ничего Что Сделало Что Следовало Не Сделало Ничего За Что Следовало Бы Оправдать И Вот Почему Он Есть Образ Будущего То есть Христа Адам Согрешил Согрешил Христос Не Согрешил Почему Адам Назал Образ Будущего Который Есть Образ Будущего Адам И Здесь Толковат Адам Есть Образ Христа Когда Образ Христа Ни В чем Непонятно Здесь Берет В глобальном Плане Выше Возьми Ибо Как Древний Адам Сделал Всех Повинными То есть В нем Все Умирают До Закона Когда Моисеева Закона Не Было А Закона Не Было То Люди Не Были Повинны В Нарушении Субботы Не Были Повинны Что Они Не Обрезали Закона То Не Было Но Тогда Вопрос Это За Что Они Умирали Вот Он Доказывает Умирали Не За Нарушение Закона Закона Не Бало То Нарушение Не Было А За То Что Мы Дети Адам Адам Все Умирают Все Почему Христос Говорит Что Оружие Которым Побежден Был Человек Первый Это Дева Древо И Смерть Повторяюсь Дева Ева Древо Познание Добра И Смерть В Адам Все Умирают Христос Вырвал Это Почему Адам Был Прообразом То есть Рано или поздно В отчеловечестве Должен был Сын Божий Невидимый От Вечности И Победил Его Ударил Атим Трезубцем Дева Древо И Смерть Дева Пренепорочная Дева Мария Древо Креста Голговского И Смерть Христа Во Христе Все Живут И Не Надо Рассуждать Здесь А Надо Просто Принять Ну Почему Крещал Сатана Через Людей Через Их Глот Садись Креста Поверим Поверим Что ты Христос Златоуз Говорит Не люди Крещали А Сатана Через Людей Крещал Потому Что Приближается Смерть А греха Нет Возмездие За грех Смерть А греха Нет А смерть Наступает Второзаконие 19.19 Если Не подтверждается Обвинение Оно Падает на Того Кто Дал Это Обвинение Если Обвинял В убийстве Не доказал По статье Убийства Тебя Будут Казнить Сатана Приговорил Христа К смерти Нет И теперь Смерть Ему Наступает Вот Как Далеко Все Зашло И Поэтому Христос В Адаме Это был Образ Будущего В Адаме Дева Древа И Смерть И Здесь Адам Новый Христос А сколько Если Было Тысячу Галактик И Благодать Да Я Столько Грешил Да Как Христос Может Простить Ты Расскажи Я Видел Однажды Одну Женщину Как Она Плакала В Пасхальный День И К ней Тот Кто Проповедал Подошел И Говорит Зачем Там Плачешь Я Говорит Не Могу Себя Простить Кем Я Была Я Была Кассиром В банде Которая Людей Убивала Они Вижу Собой Делят Что-то А я Говорит Убегу На кладбище Всю ночь Провожу Я Знаю Что Христос Меня Умер Это Слезы Радости Я Не Могу Успокоиться Как Меня Такую С которой Люди Не Хотели Знать А Он Меня Не Просто Возлюбил А Назвал Дочери Своей Не Просто А Сыном Царя Ты Вот Этим Наполни Свой Разум Ты Не Себе Принадлежишь Да Какой Это Храм Разъелись Какой Это Храм Щереповецкий Комбинат Зловонный Один Себя Раз Тряси Как Следует И Ты Увидишь По Другому Все Заговорит Ты Будешь Плавиться От Любви Божией Говори Максим Депутенко Задавай А Если Господь Создал Весь Мир Кто Создал Тогда Грех И Сатану И Почему Грех Появился Почему Нельзя Было Сделать Так Чтобы Грех Не Вошел В этот Мир Когда Бог Создал Вот Кто Сатану Создал Я Не По Могу Понятно На Небе Произошла Война Вы Дожди Это Просчитать Откровение 12 Глава Запишите Себе И Кто Это Поднял Быстро Пиши 12 Откровение 12 Глава Исайя 14 Глава Исайя Пророк Исайя Иезеки 28 И мы Должны Сказать Что ему Места Там не Нашлось Он Сошел Великой Ярости Знаю Что Немного Осталось Ему Времени Горе Живущим На земле Горе Почему Он Ищет Он Не Просто Ходит А Ищет Ища Кого Поглотить И грех Царствует А ты Можешь Держать Над ним Победу И все Грех Исчез Если Святые Сумели Это Сделать Бог Даст И тебе Силы Тот Кто В нас Больше Того Кто В мире Говорит Иоанн Больше Ты Повторяй Это Избави Нас От Лукавого Павел Пишет Кремлинам 16 Глава 20 Сих И сокрушить Сатану Под ноги Ваши Вскоре Наша Задача Не бороться С сатаной А побеждать Его В чем В своих Злых Наклонностях А языка Никто Укротить Не может Поэтому Язык Твой Должен Бит 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 Текстами И сатана Попятится Чтобы было Видно Что это Дитя Божие Это Ни одного Боязливого В Царстве Божьем Не будет 21 Глава Откровения 27 Сих И учить Их Как Самых Последних Грешников Как Дезертиров Учить Боязливых В озере Огненном С чародеями Вместе Один раз Семена Это Присоединись К энергии Христовой Прости Господи Что говорю Это слово Энергия Силы Божьей Духа Святого И все Жизнь Сразу Меняется Притом Не завтра Именно Сегодня И ты будешь Говорить другим Как переживший Это А если не говоришь У тебя этого не было Речь идет об одном Начни сначала Ты пришел Не потому что Бог тебя возлюбил А потому что Гиенна под ногами Игнатий Брянчанин И Пимен Великий Очень хорошо Объясняют Соломон Первая глава Седьмой стихи Говорит Начало мудрости Страх Господень Венец мудрости Страх Господень Страх бывает Тот который От страха Что как бы Не погибнуть И другое Как бы не огорчить Господа Совершенной любовь Изгоняет страх Совершенно Ее достичь надо А были ли святые Которые без страха Спасались Ни одного Ни одного За 20 столетий И ты страха Божией Спроси Лишнее слово Не скажи Вот к двери Подходишь утром Ты знаешь как Перекрестись Перекрестись Покажи что ты Не антихрист Соверши крестное знамение И говори Отрекаюсь Сатаны И всех дел его Всех ангелов его И всей гордыни его Перекрестись впереди себя И иди А то энергетика Там стоят Какие-то аппараты На другом Они там Работают В частотах Влияют на человека Барабашки заходят Все это глупости бабе То что я сказал Говори каждый раз Выходя в двери Не выходи По другому Если говорится Давид говорит Семикратно в день Прославляю тебя Купи себе Вот такой инструмент Сто поклонов Считай Три святые Сто поклонов Где бы ты ни был Как мусульмане Он тут же раскидывает Свой коврик И начинает совершать намаз Мы дороги Когда ехали От Владивостока До Лиссабона Мы старались Остановиться там Где работают мусульмане Мы знали точно Они начинают молиться Вместе с нами Они в обиду Нас не дадут И с каким они Благоговением К нам относились Их семьи Целые семьи С детьми Рядом были В Австрии Где бы мы ни были только Православные проходят Нужны нету А эти еще подойдут И спросят И вы так верите Мы первый раз видим А мы склонимся Как должно быть Это не наше Это благодать Божия И Господь касался Их сердец Нам хорошо со Христом Для этого наши занятия Бог благословил Что мы выйти после занятий Сейчас должны быть другими Другими Ко греху не прикасайся Мы в прошлый раз говорили Как три вида Есть оборона Наступление И отступление А где отступать? Блуда Бегайте блуда А не так Что маленько пощупай Маленько лизуй Не будет Утонешь Утонешь Космическая дыра Все отсасывает в себя И оттуда даже Звук и свет не выходит Вот так себя настроено Это И ты увидишь Да что же я делал Столько лет Не Христос Сатане служил Плоти своей Сейчас пост Ограничь себя В три дня Один раз Сухарь один съешь И ты увидишь Как поползет Эта утроба Плоть твоя Посвиняще завизжит Не могу А ты скажи Врешь обманщица Можешь Мало ящить Мало пить Здраво будешь И потому и болеем Не можем Говорит от себя Кресло отодвинуть Слушаю Так Вопросы Максим Понял ответ Сатану сотворил Бог Но Сатана Сделался сатаной сам Он был раньше Люцифер Ангел Света назывался Война была на нем Но прочитаешь В откровении Этот вопрос Больше не задавайте Пока не прочитайте Места Которые я показал Этот ролик Через неделю Выставим Еще раз прослушай Если бы не было сатаны За что получил бы Награду Златоуз говорит Есть борец Я борюсь с ним Получаю награду А как бороться А там показано Как святой боролся Он здоровый Говорит А он вот так Руки сзади Ему говорит Крест на крест Возьми руки Он сделался как сноп И он тогда его бросил Это образно показано Нам примеры дают Жития святых Немощные девы Побеждали Каких гигантов Вера, надежда, любовь Это 8, 9, 10 лет Три девчонки И он ничего не мог С ними сделать А считаем Матери Маковейской Седьмая глава Первая книга Царств Что там было Как казнили Сдирали кожу Выдавливали глаза Жарили на сковородах А мать стояла И уговаривала Перетерпи Я не знаю Как вы зачались Во чреве Как родились Я получу вас Целыми Все семеро взошли И мать все выдержала Мученица Ну Вот у тебя взяли ребенка Отрекайся от Христа Иначе сейчас застрелим Что будет дальше А ты радуйся Скажи Я рад Он идет на небо Бог призвал его В свое время Ни шагу назад В атаку Мне нравится выражение У Наполеона Вонапарта было Главное вязать себя в драку А там видно будет Никогда не отступай Сатана приступает Не получится Встану среди ночи Слезами залью Я тебя утоплю В слезах дьявол Я искупленное чадо По пять час назад Ты на меня Никаких претензий Не можешь иметь Что у меня было Я отдам И когда идешь дорогой Мирись с соперником То есть сатане отдай Что ты знал Отрекайся сатаны И всех делаю И всех ангелов И всей гордыни его Это в крещении Говорят И трижды мы Через левое плечо Плюем Плюнь на него Не бойся А вот это шаманы За эти слова Тоже отвечать будут Это написано в требнике По настоящему Когда крестят И тебе в памяти будет Я отрекся сатана От тебя Пошел прочь Ты на небе Против Бога восстал И здесь мутишь воду Революционер Нашелся мне Все Можно вопрос Можно По поводу То что мы Умираем водами Вот Как бы Иногда возникают Такие вот Вопросы По этой теме Вопрос Говорит Почему мы Умираем Водами 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 Умираем Такая сила Греха Закон Поэтому Когда мы Людям говорим Когда свидетельствуем Мы должны сказать Бог ничего Никогда И никому Не прощает За так Он не может Простить Не может Почему Он не может Солгать Не может Отречься Самой себя Это Божье качество Свойство Я приблизительно Говорю Как называет Антропоморфизм Приближение К человечению Не может Сила греха И вот Когда она Сорвала Еще полдела Было И теперь Как только Вкусила Не ешьте Затряслась Вся вселенная Все Все вокруг Сделалось Мертвое Это Настолько Страшен грех А мы Крутим Пьем Идем На исповедь Блудим Опять Идем На исповедь Мы не понимаем Что мы делаем Мы хуже Демонов Слово Божие Все умирают В Адаме Все Это сила греха Яд разлился Во вселенной Яд Умер С Адама Считается 300 100 миллиардов Миллиардов И все Только из-за того Что рот раскрыл И сжевал И проглотил Да какой же Это грех Тебе не надо Рассуждать Это показано Величие Бога Это супер Сверхкосмическое Отношение К греху И точно так же Благодать Нам теперь О грехе Это известно все А о благодати Надо всюду Возвещать Во Христе Все живут Какой бы ни был грех А я говорю Брошу Как искру Как песок Захребет свой И вспомяну А ты помни Вот почему Все умирают Грех Во грехе Зачатан Законный брак В беззаконии Зачатан В грехе Родила меня Мать моя Считаем Книга Иова 14 глав 4 стих Кто родится Чистым От нечистого Точка Не один Точка Это в Ветхом Завете Знали А книга Иова Считается Древнейшая книга Библии Разве только Она равна Может быть Бытию Так и все Ничего не все Первое послание Коринфянам 7 глава 14 стих Говорит Иначе Та же Та же Как умертые В гробе И мы Даже Это Постоянно Говорить И повторять У нас Тут Барнаули Был случай Попутно Сказать Человек Не верил В Бога Но И его Никто Не пришел Хоронить Ничего Не считали Не верил Никакого Огня Нет Гиены Нет Ничего Нету Но лежит Один В гробу Сосед Пришел Заснул Пьяный Закурил И в гробу Его сжег Он уже На земле Узнал Что такое Гиена И все Это поняли Другая К отцу А в Россию Подошла Юрасову Папа Не верил Но я так Любила его Вот умер А во что Он верил Ну он был Хороший Ленинец Он верил В идеи Ленина Они такие Справедливые Таковых Это есть Памятник У вас Есть Вот Поднесите Его И ударьте Гробом Раз Потом еще Раз Обойдите Еще раз Ударьте В этот Постамент И хороните А зачем Ну может быть Он услышит Стук Кому Стучитесь Ты с ним Был Наследующий Его участь А ты Отряхись Всего В мире Как Хижина Дяди Тома Бичер Стоу Пишет Об этом Как Люди Задыхаются В богатстве А негр Том Сплескивал Руками Скованными Цепями И пел Как я Счастлив Как счастлив Я во Христе И главное Такую книгу Печатали в России В советское время И вырезали из нее Все это Сейчас можно Полный вариант найти Ты не смотри Какие были гонители Какие были Вожди Все они уже ушли И никого нету А где их приспешники Клялись Которые Верные были им Никого нету И поэтому Я однажды Услышал В редакцию Пришел Мы Там Эти статьи Печатали Все газеты Буквально Ну редко Там Сокращали А потом Собрались И говорят Да Ваша версия Оказалась верная Версия Мне смешно Так стало То есть что Есть бог Есть истина Есть церковь И вот Ваша версия Я говорю Это не версия Евангелие открывая И говорю И который Главный председатель Журналистов Поехал и крестился Мне радостно вспомнить Поехал в Иерусалим На поклонение Вот бог Какие чудеса делает Я попутно Хочу сказать Следователь Который Меня допрашивал Краевой прокуратуры Принял крещение Полным погружением Начальник тюрьмы Меня вызывал На свидетельство Благодать божия Его коснулась Умер по христиански Как это может быть Понятия не имею Мы должны быть Сосудом Духа святого И дух святой Сделает то О чем мы даже И знать не знаем Я делюсь Просто радостью Не могу удержать Эту радость Вот вчера только Позвонил один человек Самая трудная молитва Не о болящем А когда где-то ты И против тебя Люди идут И надо чтобы Бог их смирил Расположил к тебе Вот я говорю Какая молитва Это очень тяжело Это очень тяжело Я должен Прорваться через чаще Через терновни Голый И попытаться Человека обратить И вчера один Только молился Позвонил Два часа прошло Он говорит Удивительное дело Я не мог с работы Закончить Не могу выехать С начальством Он на меня Говорит Посмотрел Заговорили А сейчас звонит Лихует Говорит И второй Смирился Я приеду Расскажу В воскресенье Он должен нам рассказать Он член нашей общины Понимаете Я говорю Ты где находишься Там Становимся на молитву Сколько раз Ты звонил Просил Сколько раз Получилось Что мы просили Столько раз Будем благодарить Быть верующим Это всегда Ликующее настроение С нами Бог Как счастлив я Что ты всегда со мной Служи Еще вопросы Есть у нас 7 минут Если вопросов нет Я тогда сейчас Прошу Мы читали Римлянам 5 глава 1-2 стих Я сейчас его Зачитаю Понятно Вопрос Итак Оправдавшись Верою Мы имеем Мир с Богом Через Господа Нашего Иисуса Христа Через Которого Верую И получили мы Доступ К той благодати Которой Стоим И хвалимся Надеждою Славы Божией И вот Дальше Толкователь нам Говорит Если Он Большой буквы Привел Далее Бывших То Тем паче Удержит Близ Сущих Вот Бывших И сущих Кого он Имеет Здесь ввиду Не уловил Или еще Толкование Прочитать Полностью Да Сергей По частям Веди Вот мы Имеем Доступ К той благодати И хвалимся Этим Доступ То есть Путь открытый Замки сорваны Дорожка проложена И нас ждут Доступ Полная свобода И притом Не меру Бог дает Духа Святого Доступ К той благодати Обладание Тем что Бог Дал спасение И дальше Он не просто Дал спасение А говорит Войдет И выйдет И пажить Найдет Войдет в церковь И не будет Сидеть за стенами А выйдет В мир Теперь будет Проповедовать Вот к той Благодати Доступа не было А мы Получили И ты хвались А в чем проявляется Благодать В первую очередь В святости жизни А иначе Будьте святы Как я свят Ну и что Дальше-то говорить Не о чем уже Если ты живешь Как свинья Чего тебе Время тратить на тебя Будьте святы Как я свят То есть Непрерывное устремление Смиряй Порабощай Плоть свою Перемени Ход жизни По-другому сделай И ты увидишь Как все по-другому Засияет Другими красками Новые люди будут Новые у тебя Друзья появятся И ты на прежнее Посмотришь И ужаснешься Господи А сколько же я потерял Это все мимо меня Прошло А где это то Что я пил Ел Нигде осталось Ни в голове Ни в другом месте Зачем же я это делал Вот это сокрушение Покажи такое Как мы читаем Про одну душу Она согрешила Согрешила Просто согрешила Он ушел А монах ее обольстил Обольстил Авраам и Мария Жития святого И плащ его был такой Что люди Возвращающиеся С работы Ночью Приходили в ужас И сами плакали Вот это надо Выпросить у Бога Слезный дар сокрушения Очиститься Ночь дана Не для сна Только Златоуст говорит А для омытия слезами Соединения с Богом Все Все-таки я не получил Ответа на мой вопрос Кто такие бывшие И кто такие сущие Он вопрос задал Кто такие бывшие И кто такие сущие Плащи удержит Близ сущих Нам толкователей Толкует Вот на первой Второй стихи Римлянам Если бывшие Это нас сущие Сегодняшние Это смысл Имеет один и тот же В любом Варианте Если было это Для них То для нас Для нас Живущих ныне Слово Божие Живо и действенно Сегодня действенно Не вчера только Христос вчера Сегодня и вовеки Тот же И мы должны быть Постоянные Выровнять в константу Бывшие евреи Если привел к вере Живших до нас Получается Бывшие евреи И мы сущие Новые Сережа Позволь сказать Да Я вижу там А бывшие сказано Смысл такой Что если мы Примирились с Богом Бывшие противниками Ему То тем более Оправдаемся Теперь Когда Вот об этом Речь идет Когда в мире С ними Да Сущными Да Да Все Теперь Понял Спасибо Что Так Еще вопросы Три минуты у нас Есть Все уже закончилось Считай Сережа Сережа Есть Сергей Павлович Объявление Сделай Которое Воскресенье Давал Насчет Воскресенья И чтоб Другим Разнесли Да Можете Скайп Разошла Я Я Я Я Слушал Ролик В ролике Слышу Говорят Что есть Занятие Какое-то Ну Что Время Что Слышу Говорят Что Сами Не звоните Там Сергея Пупкова Заявку Заявку Напишите Я Написал Нашел Скайп Сергей Пупков Там В красной Он В футболке Стоит Там Я Нашел Он Написал Хотел Так Присоединиться Все И Перед Занятием Когда Время Подошло Я Написал Что Я Готов Жду На Месте Жду Вызова Все Это Просто Сделал И Поясни Чтобы В скайпе Находит Человека Сергей Пупков Сергей Пупков В красной Футболке И Скайп По Английскими Буквами Я Сейчас Напишу Здесь Свой Пупков Сергей Один Чтобы Так Легче Меня Было Я В интернете Вас Нашел Меня В интернете Да Занятия По скайпу Я Сам Украины Поэтому Так И Нашел А Где Именно В интернете И Что Вы Искали Я Написал Занятия По скайпу Библия В поисковике Прямо Написал Да В Яндексе Вот То есть Слава Богу Найти Меня Сережа Разреши Пару Слов Сказать Я Хочу Вам Попрос Кто Может 72 Псалом Почитайте Несколько Раз 72 Псалом Он Как будто Сегодня Написан Если Не Устанете То И 49 Прочните Перед 50 И Это Притом Несколько Раз Выпишите Что Там Коснулось Этот Целительный Бальзам Их Вообще Не Считают И Не Знают Как будто Б 50 Псалом 90 Затерли 72 И 49 Что Означает Читать По стихам И Сказать Вот Это У Молитве Возьми Псалтирь И Прочитай Раз Другой Третий И Ты Увидишь Как Начнет Пелена Сползать С глаз Это Обжигающие Псалмы Так Вот Все Я в группе Написал Малыш Роман Видишь Нет Ну-ка Чат Сообщение Вот Это Сообщение Можете Скопировать И Друзьям Своим Посылать И Через это У меня Выйдут Спаси Христос Слава Христос Так Давайте Помолимся Поблагодарим Бога Слава Христос Счастливи меня, Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя Величкая. Градий Николаевич, молитесь. Господи, всемогущий Создатель, перед Твоим Величием предстали мы. Благослови нас, дабы благодать, дарованная нам, не прошла мимо нас. Мы к ней имеем доступ. Помоги нам смирить плоть свою и дух свой перед Тобою. Ибо приближается великое горе на всю землю, на всех живущих, как говорит нам Священное Писание. Научи нас ценить то, что Ты нам даровал. Ты нам открылся в Сыне Твоем, Господи Божий наш, в Иисусе Христе. Ты даровал нам веру во Христа и спасительное православие. И в Нем научи нас быть истинными христианами, не по названию, а по истине Твоей. Чтобы получили все Духа Святого в рождении и в водительстве. Распусти нас в мир, Господи Божий наш. Даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И сохрани правителей, благослови их от покушения, сохрани. И всем даруй духовное рождение. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо за все занятия. Спасибо Христу всех. Слава Христу. До пятницы. Слава Христу. Все, выключаю запись. Выключаю запись. Ну, конечно.